Презентуя Деситам проект под названием «Европейская мэрия» и выбрав для этих целей полуразрушенные помещения завода «Краян», Геннадий Труханов обещал оживить депрессивный район ближней мельницы. При этом, уже потратив на обустройство административного центра сотни миллионов гривен, вся городская власть вместе взятая не в состоянии привести в порядок территорию, которая находится буквально в сотне метров от новой мэрии. Буквально в паре десятков метров от стоившей городской казни сотни миллионов гривен, так называемой новой мэрии, которая по идее самого Геннадия Труханова должна была оживить депрессивный район кладбища, уютно расположился пустырь. С одной стороны от него высится многоэтажка, с другой – автостоянка, а на самом пустыре – свалка и футбольные ворота, говорящие о том, что когда-то на этой территории местные мальчишки играли в футбол. У меня сыну 43 года, сын вырос на этом, и один, и второй вырос, и на этом пустыре дети. Здесь много лет, где-то, я не знаю, в 75-м году мы здесь купили дом, и вот здесь еще дома были, а потом начали сносить, и все. Некоторое время назад территорию пустыря обнесли забором. Мусора от этого, правда, меньше не стало, зато уже в футбол не поиграешь, ни на турнике не позанимаешься. И что самое забавное, этого на ближних мельницах нельзя сделать в принципе. Это возле 20-й школы есть. А это где, на Ефимово где? Нет, это возле... на Беркевске, где Филатова. О, а что? А тут, получается, на ближних мельницах? На ближних мельницах нет. Как же так, хочется спросить у городской власти в целом и нашего спортивного головы Геннадия Труханова лично. Почему у детей ближних мельниц нет стадиона? Ну, не повезло мальчикам и девочкам родиться на поселке Котовского. Так что теперь, физическая культура не для них? И в конце концов, если нашли сотни миллионов на европейскую мэрию, почему не найти сумму на несколько порядков ниже и привести территорию пустыря в порядок, превратив ее во что-то более полезное, чем свалка? Там рядом евромэрия, буквально, сколько там, 300-500 метров евромэрия, да. Поэтому я бы с этого начал, и, конечно, такое соседство, наверное, все-таки предусматривает какой-то толчок для развития. Я бы с этого, наверное, стартовал. И, исходя из этого, хотелось бы, чтобы городская власть обратила бы на это внимание. Но вот парадокс. Городская власть обращает внимание исключительно на те пустыри, причем даже не обязательно пустыри, на них могут находиться любые строения, которые впоследствии можно застроить высотками. А этот пустырь, вот незадача, ничем высотам застроить, но никак нельзя. Я думаю, что, прежде всего, судьбу этого участка, что его не застроили, спасает как раз все-таки, наверное, близость не с евромэрии, а вопреки. А все-таки второе христианское кладбище, хоть статус его закрыт, но есть определенные санитарные требования, которые не позволяют строить какое-либо жилье ближе, чем на 300 метров. Другое дело, что там, зная, как у нас все происходит в нашей стране, могут организовать СТО или что-то наподобие, либо какие-то склады. Ну, я думаю, что в той зоне, в той части, так сказать, Одессы, учитывая, что там уже лет, наверное, 10, как ведется, плюс-минус активная застройка, очень бы не помешал бы какой-то действительно стадион, может быть, какой-то сквер, детские площадки. Ну, так или иначе, это благоустройство. И опять же, вернемся к нашей евромэрии, на которую потратили немало денег. Может быть, какие-то крохи бы хотя бы с того, что осталось от евромэрии, можно было бы потратить и привести в порядок эту территорию. А пока городской голова и его команда оживляют район кладбища именной Трухановской плиткой, прямо под носом у чиновников находится заброшенная территория, которая, честно, могла бы принести куда больше пользы, чем вся европейская и просто мэрия вместе взяты, по крайней мере, в Казахстане.